День скорой помощи в России 28 апреля. Поддержать работников, оказавшихся на передовой по борьбе с коронавирусом. В этот день высказать слова благодарности за подвиг медиков во время пика пандемии. Прибыла в Дагестанский центр медицины катастроф координатор проекта «Здоровое будущее» Зумруд Бучаева. Совместно с общественниками она организовала Ифтар для 45 бригад скорой помощи, ежедневно дежурищих в столице. Постящимся волонтеры раздали продуктовые наборы для разговения. В вашем лице всех поздравляем, работников. Спасибо. Скорой помощи. Спасибо. Хочется сказать, вы знаете, особое спасибо, потому что и в период пандемии это какое-то особое мужество было проявлено вашей службой, вашими. И столько примеров, когда в таких экстремальных ситуациях вы проявляете высокий профессионализм и такое человеколюбие, которое можно позавидовать. Спасибо. Такой благословенный месяц Рамадан. Только хочется пожелать мира и добра. Поздравили медработников с профессиональным праздником и организовали Ифтар также на подстанции «Лазурь». В завершении акции Зумруд Бучаева отметила, что в период пандемии на врачей, медсестер, фельдшеров и водителей скорой помощи легла огромная нагрузка не только физическая, но и психологическая. Это время сплотило медиков, показав, насколько преданы те, кто дал клятву Гиппократа своей профессии. И все же главный подарок за их труд – это спасенные человеческие жизни. Вы сегодня поблагодарили нас, но такие акции, мероприятия, они должны стать частью нашей жизни совершенно обыденной. Мы не должны даже к этому относиться как к чему-то особенному, то, что делал профсоюз. А вот самое важное, что мне кажется, мы должны делать, мы должны стать для каждого нашего медработника на самом деле тем ресурсом помощи, который у них есть. Поэтому я вот знаю, что все, кто здесь находится, в этом зале, они все люди, которые видят себя в системе здравоохранения, в управленческой части. И я думаю, что мы все же сможем изменить ситуацию по спублике.